Все знают эту загадку из интернета, но все спрашивают ответ на эту загадку. То есть у нас получается раз, два, три, четыре поля вертикально, здесь вертикально, тут горизонтально и тут горизонтально. И в ряд, в каждом получается вертикально и горизонтально, у нас всегда по шесть монет, либо там по шесть. Кто-то камушки кладет, кто-то семечки, не важно. В середине у нас четыре монеты. Вот, и все задаются вопросом, куда деваются вот эти монеты, потому что распределяется это следующим образом, значит, вот так все это распределяется. Так, и в итоге люди говорят, что вот тут шесть монет, вот тут шесть монет, здесь тоже шесть монет и так в ряд тоже шесть монет. А здесь почему-то четыре монеты пропали, куда они делись? Ответ все, вообще самый-самый простейший ответ, вот пожалуйста, давайте, так как я занимаюсь финансами, я такой задал себе сам этот вопрос, хотя видео вирусное, но я сам задал себе вопросом и подумал про себя, а где же действительно мои деньги? Я не знал этот видео, я не знал эту загадку и задался просто-напросто вопросом, а где же действительно мои деньги, где их искать? И я просто пришел к выводу, что это все банки. Вот это банки, где лежит мой капитал. Давайте представим, что я там агроном, не знаю там. Вот, и что получилось? Получилось все очень просто. Вот в этом банке все мои бабки пропали. По сути, эти деньги, получается, их просто разделили по банкам и они остаются в системе, но я остался в дураках и остался без денег. Все очень просто. Вот, получается, значит, сюда мы дали денег, сюда, сюда, то есть деньги двигаются, да? Вот, тут вроде бы у всех по 6 денег, а я остался без штанов. Почему? А все очень просто. Вот сюда в ряд вертикально, тут вертикально и здесь горизонтально все прекрасно посчитали. Здесь все по 6 монет, тут по 6 монет. Но никто не задался тем ответом, что здесь у нас раз, два, три, четыре, пять банков. И вот эти пять банков, это получается, они между собой, ну, совместно, значит, если их соединить, они имеют число 8. То есть, получается, вот они получаются монеты, видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, вот в этих банках всегда будет лежать количество 8 денег. То есть, если мы двигаем одну сюда, одну сюда, получается, здесь у нас 6, здесь у нас 6, здесь 6, здесь 6 денег. А здесь у нас в этих пяти банках будет всегда 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше мы двигаем эти деньги сюда, это мы двигаем сюда. Опять у нас везде 6 монет, 6 монет, 6 монет, здесь 6 монет, но в этих пяти банках у нас всегда остается 8 монет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше мы двигаем деньги сюда, эту сюда. Вот, получается, у нас опять везде по 6 монет, но в этих банках у нас всегда остается также 8 монет. Далее мы деньги двигаем сюда, сюда. Опять у нас в каждом банке. Вот, получается, выиграли все. То есть, в начале игры у нас были вот эти банки, которые имели по 2 копейки. Да, то есть, они заработали на процентах. Далее все остальные поимели по 2 копейки. Не поимел только я. То есть, меня поимели все банки, а я ничего с этого не поимел. То есть, я в проигрыше. Это, в принципе, нормальная, простая финансовая, так сказать, пирамида какая-то такая, которая в нашем мире работает. Вот и все. Поэтому ищите свои деньги, а не где-то внутри, так сказать, всегда. Вам только нужно понять, где, в каком банке их искать.